Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я решила вам показать, как я рисую эскиз одежды. Я сама точно не знаю, что я буду рисовать. Я не знаю, что из этого получится, так как я первый раз в жизни хочу попробовать... На модель хочу наклеивать настоящие кусочки ткани. Я как бы пробовала работать в технике коллажа, но это была бумага и какие-то маленькие-маленькие кусочки ткани. Поэтому брать вот такие вот большие какие-то массивные куски ткани и играть с ними на бумаге я никогда не пробовала. Это будет у меня первый раз. Поэтому, если вам интересно, то смотрите меня до конца. Итак, я приступаю к своему эскизу. Для этого я приготовила уже белый лист бумаги. Я поточила карандаши. Карандаши я точу при помощи реза К. Я не точу с помощью точилки. При этом у меня есть здесь старая стерка. Я ее сейчас возьму, отрежу кусочек. И получается вот этой чистой стороной я буду стирать ненужные мне детали. Вот так вот можно все ненужное грязное обрезать. Чтобы карандаш не мазал стерку и не было грязных каких-то пробликов. Приготовила я вот такие вот кусочки ткани. В общем, сейчас буду пробовать, сейчас буду играть. Не знаю сама, что из этого получится. Поэтому будем смотреть. Перед тем, как я начинаю рисовать, я отмечаю здесь маленькую линию. Беру один отрезок за основу своей головы. И я откладу вот сюда вниз три раза. Получается, у меня должно получиться четыре квадратика. Получается, раз, два, три, четыре. Получается, от этого места у меня пойдут ноги. Буду моделировать свой эскиз. Ну а теперь я начинаю прорисовывать глазки, бровки. Мне очень неудобно рисовать и снимать. Поэтому я какие-то моменты буду упускать, наверное. И какие-то буду проговаривать. Когда я рисую, я выделяю скулу у модели. На канале есть подробное видео о том, как я вообще начала рисовать, как я начала держать карандаш в руках. Если вы не умеете рисовать, то я вам советую перейти на канал Леси Шапель. Она просто отлично объясняет, как начать рисовать. Также вы можете посмотреть мое видео, мою историю, как я начинала рисовать. Я думаю, что она вас вдохновит. Рисую я не так часто, как, конечно, бы хотелось бы. Это прям с таким усилием я заставляю себя сесть порисовать. Потому что времени нет, какие-то другие дела, какие-то заботы. Особенно, когда маленький ребенок, то, как говорится, много уже на себя времени не сможешь потратить, чтобы рисовать, когда хотелось бы. Рисую я редко, но метко. Что самое интересное, да, вот, когда вы уже умеете рисовать и долгое время там не рисуете, то ваша рука, ну, она по-любому вспоминает о том, как вы рисовали. Это как на велосипеде. Говорят же, да, если ты научился уже один раз кататься на велосипеде, то это на всю жизнь. Ну, с рисованием точно так же. Если вы научились рисовать, то это уже все, как бы, навсегда. Поэтому, если вы не умеете еще рисовать, то обязательно берите карандаш в руки. Ну, и подним ножку, потихоньку, как бы, начинайте работать над своей рукой. Вот. Тоже хотела бы сказать, если вы вообще не умеете рисовать, то можно скачать с интернета какой-нибудь, знаете, шаблон, и ложить под бумагу и пробовать переводить. Ну, и вообще пробовать больше рисовать. Чем больше вы будете рисовать, тем больше вы будете понимать, ну, пропорции тела. Очень классно, конечно, если вы научитесь рисовать и прорисовывать отдельные части тела, такие, как глаза, там, губы, нос, кисти рук. Все это вам тоже позволит понять анатомию, вот, строение человека, и эскизы будут получаться очень крутые. Смотрите, вот здесь у меня будет идти линия талии. И вот от линии талии я должна вот такой полукруг нарисовать. Ну, как мысленно, да? Получается, на вот этом полукруге у меня будут идти локти у модели. Я обожаю рисовать вот такие вот кольца. То, что у меня всегда на всех моих эскизах можно найти кольца. Ну, конечно, это была не моя идея. Я когда училась рисовать, я срисовывала с одной итальянской книги. И я рассказывала об этом в своем видео. Ну, и получается, вот, он постоянно эту фишку делал. И она мне так понравилась, что я тоже стала использовать. Когда мы прорисовываем ноги, ноги всегда можно сделать немножко подлиннее. Так как это называется стилизацией рисунка, эскиза, ножки можно всегда делать подлиннее. Лишние линии, которые нам не нравятся, мы их стираем. Смотрите, вот так вот. Я как-то прорисовала свою фигуру. Голову я не закончила, потому что я не знаю, какая у меня еще будет прическа. Я не знаю, какая у меня будет модель платья. Так, в общем, у меня вот такой получился эскиз. Смотрите, вот у меня бумага, не предназначена для акварели. Насколько бумага не хочет пигментироваться и не впитывает краску. Вот если вот сейчас немножко здесь потереть, то будет дырочка. Поэтому бумагу нужно для акварели выбирать. Сейчас я на этом месте остановлюсь. И буду остальное рисовать карандашами и фломастерами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Теперь мы берем ручку и начинаем прорисовывать нашу модель. Конечно, желательно делать это черной ручкой, но у меня черной нету сейчас. Поэтому я буду обводить это коричневой ручкой. У меня даже, когда нету коричневой, либо там черной, я синим все обвожу. Ну и получается тоже как бы интересно, красиво. Вот так вот у нас все получилось. Сейчас я буду наклеивать ткань. Беру фатин, наклеиваю вот так вот. Беру фатин, наклеиваю вот так вот. Д church. Беру фатин, наклеиваю вот так вот. Беру фатин. Сделала я свою модельку, уже она у меня полностью готова. Единственное, я не проработала тени, не проработала какие-то определенные участки, и сейчас я с помощью карандашей буду их прорабатывать. Музыка Все, моя работа закончена. Я очень ей осталась довольна, мне очень нравится все, как получилось. Это у меня первый раз, когда я работаю с тканью. В инстаграме есть такая интересная страничка, называется Эдгар Аттест. В ютубе он тоже есть, потому что уже многие знают этого парня и его работы. В общем, можете заходить на его страничку, вдохновляться и пробовать работать с разными материалами. От макарон, каких-то неординарных вещей, но это может быть скрепка, зубочистки и многое другое. Надеюсь на то, что вам это видео понравилось. Если это так, то поддержите меня лайком, пишите ваши комментарии, мне будет очень приятно вас почитать. Надеюсь на то, что я вас вдохновила немножко на творчество и вы возьмете карандаш, бумагу, ткани, какие-то кусочки бумаги и сделаете такой же интересный коллаж. Если вы не умеете делать коллаж, то у меня на моем канале уже есть видео, как я делаю коллаж из бумаги. При этом у меня есть видео, как я создаю коллекции. А если вы не умеете рисовать, то у меня есть видео о том, как уже вы можете начать рисовать с нуля. Всем вам хорошего дня, всем хорошего настроения и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok